Я вам говорил уже о том, что в это великое время квантового перехода и трансмутации пространства у многих, очень многих людей будут открываться способности устанавливать связь с тонкими мирами. Или иными словами, будут открываться каналы, обеспечивающие контакт человека, его сознание с высшим информационным пространством космоса. То, что происходит сейчас на планете, и особенно на территории славяно-арийского этноса, когда практически у каждого человека в его сознании происходят чудеса взаимопроникновения человека и божественного пространства, только подтверждает факт трансмутации человеческого сознания, открывающего в себе возможность сотворчества с Богом. Это есть подтверждение того, что сознание человека изменяется, а значит, происходит его адаптация к тем изменениям частотных характеристик пространства, которые соответствуют этому великому переходному периоду. Очень важно, чтобы люди почувствовали, наконец, свою неразрывную связь с божественным пространством, высшим космическим разумом. Ибо только в этих условиях люди смогут становиться людьми-богами, открывающими в себе истинные дары своего Создателя. Происходящая сейчас трансмутация сознания не отдельных сущностей, а целого народа, а точнее большинства представителей славяно-арийского этноса, только подтверждает тот факт, что сознание людей изменяется, и очень стремительно, создавая условия или предпосылки для действительно духовного единения. Ибо без обеспечения открытости сознания человеку никогда не удастся услышать другого человека и понять, что единство в Духе есть единственный путь к истине, а значит, единственный путь достижения единого целого, творящего начало-начал. Человек с изменяющимся сознанием, я не говорю с измененным, ибо для этого необходимо время, есть человек, подошедший к условиям сонастройки с Богом, а значит, подошедший к тому внутреннему состоянию гармонии, когда музыка космоса начинает звучать в его внутреннем высшем Я, а он начинает осознавать, что музыка космоса при всем его многообразии есть прежде всего любовь и вечная гармония. Человек, у которого вдруг открываются возможности своей сопричастности как фрактального подобия к Богу, к его промыслу, подтверждает, что он есть частица творящего начало-начал, способная проявить в себе все способности первотворца. В этих условиях всеобщего духовного прозрения людям очень важно понять, что установившийся канал связи человека с божественным пространством тоже является одним из выпускных экзаменов, причем не просто одним из экзаменов, а, пожалуй, самым трудным, ибо в этот момент человеческая дуальность и человеческое эго могут сыграть с ним злую шутку, когда самость и гордыня берут верх над самоанализом и ответственностью за чистоту информационного канала. Поэтому сегодня, когда происходит или наблюдается активная фаза трансмутации пространства и одновременно трансмутации сознания человека, возникает острая необходимость помочь людям правильно ориентироваться в своих внутренних преображениях, которые они связывают с сопричастностью к изменениям многоуровневого пространства. Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что все люди в какой-то степени контактеры, даже тогда, когда они не ощущают непосредственного контакта с Богом. Ваш контакт со мной, вашим Творцом, не прерывался ни на одно мгновение с момента сотворения человеческой сущности, «Ибо ваше сотворение было результатом проявления мной своей воли, а это значит, что в людях были заложены те же способности творения миров, что есть у Абсолюта, проявившего волю стать первотворцом». Самое главное, в людях, как в моем фрактальном подобии, заложено все то, что необходимо для того, чтобы сотворить новые миры, а значит, в них изначально заложено то великое совершенное Бога, способного тоже творить совершенное. Но этот дар Бога может быть открыт в человеке только в условиях трансмутации пространства при кропотливом собственном промысле постижения истины. Поэтому, повторяю, канал или связь с Богом никогда не прерывался в каждом человеке, и интуиция или неожиданные решения как раз и являются подтверждением того, что я всегда готов помочь человеку, когда он постигает истину. Все, что происходит с людьми в пространстве, есть мой промысел, ибо я всегда контролирую промысел людей, стремящихся понять в каждой инкарнации смысл своей жизни, а значит, свою сопричастность Богу. Открывающиеся каналы являются для людей не только возможностью почувствовать свою сопричастность к божественному промыслу, но и, как я сказал, очередным и самым сложным экзаменом на веру. Ибо сотворчество при многоуровневом пространстве несет в себе опасность встречи с сутями тонкого плана, которые очень легко могут увести человека от истины, от Бога. Люди должны понимать, что божественное пространство состоит, как я говорил в предыдущей диктовке, из сил творения и сил сдерживания. Поэтому для людей с неподготовленным сознанием существует опасность стать контактером сил тьмы, которые в настоящее время активно участвуют в пополнении своих рядов, получивших на Вселенском Соборе удар или поражение от сил света, продемонстрировавших всему миру, что духовное единение не только возможно, но оно и есть единственный путь к достижению великой нейтральности богов. Поэтому канал, открывающийся очень часто, совсем неожиданно у людей в период трансмутации пространства, является лишь подтверждением того, что сознание человека, его внутреннее, высшее «я» есть часть великого творящего разума. Поэтому канал связи может стать каналом сотворчества человека с Богом только при кропотливом промысле человека, когда сотворчество становится смыслом и целью его жизни. Я это говорю для того, чтобы эйфория появления канала не смогла увести человека в дебри эго и гордыни, ибо настоящий канал, а лучше сказать, люди, которые, по моему мнению, способны стать настоящим каналом Бога, готовятся даже не годами, а столетиями, ибо это очень тяжелый крест, зачастую с полным самоотречением. Повторяю, то, что сейчас у многих людей начинают проявляться чувства сопричастности Богу, есть самое лучшее свидетельство того, что не только пространство, но и сами люди вступили в активную фазу трансмутации, а значит, в активную фазу квантового перехода. И теперь людям очень важно понять предназначение канала связи человека с Богом. Дело в том, что все люди, выбранные мной пройти квантовый переход, должны понимать, что самой главной задачей для них является самосовершенствование, а поэтому открывающийся канал есть прежде всего канал обучения, канал приобретения знаний, как вы говорите, для внутреннего пользования, ибо он открыт людям только для эволюции их сознания. Напоминаю мои слова о том, что как мыслите, так и живете, ибо сегодня, когда люди должны продемонстрировать сами себе возможность духовного единения, а значит, сформировать единое духовное целое, без знаний, без совершенствования своего внутреннего Я, никому из них не обойтись. Поэтому открывающиеся каналы являются для людей прежде всего каналами знаний только для собственного совершенствования, а вовсе не для того, чтобы люди, весь этнос, знал их индивидуальный путь к истине. Ибо тех людей, которым я поручаю нести знания людям, всему человечеству есть единицы, и все они отмечены мной особой печатью, ибо их проверка на чистоту и истинность канала длилась, как я говорил, не одно столетие. Прошу вас понять, что каналы, которые сейчас открываются в большом количестве и с огромным разнообразием форм передачи информационных потоков, являются внутренними каналами духовного возвышения человека, стремящегося к сотворчеству с первотворцом. Повторяю, что при открытии внутренних каналов существует опасность того, что человек без внутреннего самоконтроля может подключиться к тонкому плану, сам порой не понимая того, от кого и какую информацию он воспринимает. Поэтому, если канал открывается у человека истинной веры, то можно практически не беспокоиться о чистоте такого канала, ибо я сам контролирую этот процесс, ведь даже для меня будет слишком расточительно позволять силам сдерживания захватывать души тех людей, кто долго и упорно идет к Богу. Повторяю, что даже при внутренних каналах самосовершенствования без самоконтроля просто не обойтись, ибо человек, открытая энергоинформационная система, может стать легкой добычей энергетических сутей не от сил творения, способных завладеть человеком без всяких для него шансов возвращения к своим истокам. Такая опасность есть всегда, поэтому человек просто обязан, если он не хочет потерять свою личную связь с Богом, контролировать чистоту канала, каждый раз многократно переспрашивая об источнике информации, ибо я, ваш Творец, никогда не скрываю своего участия в судьбе этого контактера. Самое главное, я и иерархия света даем людям знания для самосовершенствования, а совсем не для того, чтобы этот диалог становился достоянием общественности, ибо, как я говорил многократно, канал связи человека с Богом есть в некотором смысле интимная связь человеческого сознания с пространством высшего разума, которую не всегда целесообразно выносить на общественное обсуждение. Более того, сам человек несет еще и ответственность за конфиденциальность получаемой информации, ибо у каждого человека свой индивидуальный путь к Богу, и эта неповторимость вовсе не обязательно должна быть темой для обсуждения. Я сам отвечаю за чистоту канала своего посланника, ибо этот канал есть м школа знаний, есть м канал высшей школы мудрости, а вот за чистоту внутренних каналов людей Бог нести ответственность не может, а тем более не может нести ответственность за чистоту каналов сил сдерживания. Еще раз напоминаю, что в борьбе за сознание человека силы сдерживания никогда, особенно сейчас, в момент истины, не придерживались достигнутых договоренностей между божественными силами в соответствии с условиями вселенской программы преображения пространства. А это значит, что каналы многоуровневого пространства, те, которые контролирует сам первотворец, сам абсолют, открыты для эволюции сознания других людей, ибо являются информационными каналами Бога, формирующего на их основе людей-богов шестой расы. Каналы же искривленного сознания, наполненные эго и гордыней, являются каналами сил сдерживания, тормозящих возможность духовного единения, а значит, формирования пространства высшей справедливости. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok